Санкт-Петербург Когда необходимо тестировать ММР, МСА При анокарциноме толстой кишки Я прошу проголосовать Это либо на биопсийном материале При первичной постановке диагноза Либо на операционном материале Перед назначением адъювантного лечения Либо на метастатическом материале Вопрос такой интересный На самом деле, как все понимают Однозначного ответа не имеет Спасибо большое На самом деле, очень интересные результаты К сожалению, не особо коррелируют с реальной практикой То есть, виртуально Я так понимаю, что все понимают Что вроде бы сразу необходимо тестировать ММСА Но, к сожалению, нередко мы выявляем то Что тестирование происходит лишь на операционном материале Иногда, к сожалению, вообще постфактум Когда уже использовали Самые разнообразные линии лечения Когда ничего не получается И тогда начинают думать А может действительно опухоль была микростабильность Но хорошо, что действительно Что подавляющее большинство считает Что в самом начале необходимо Производить данные тестирования Ну и теперь мы, собственно, переходим Уже непосредственно к самому докладу Я буду освещать предиктивные факторы А именно предсказывающие эффективность лечения Противопухолитерапии И, конечно, поговорим о микростолитной нестабильности Несомненно, упомянем У Керас и НРАС-БИРА в мутациях Которые уже вошли в рутинную практику И на самом деле Они очень неплохо сочетаются Микростолитной нестабильностью И, собственно, даже наши коллеги 62-й больницы Хороший такой термин сделали Керас пожирает МСА А БИРАФ, наоборот, может быть использован Как для уточнения С парадической наследственной МСА Два слова, скажем, буквально АХЕР-2 и НТРК Но перед тем, как перейти Уже непосредственно к молекулярным Маркерам тестирования Я бы хотел отметить все-таки Достаточно важную роль Классической морфологии Потому что все-таки Т3 и Т4 Разница от прогноза И разница тактика лечения Несомненно, значительно варьируется В результате данного результата И, конечно, все больше и больше Внимание относится к молекулярным маркерам Но все-таки классическую морфологию Необходимо помнить И вот, например, в моей диссертации Я нередко отмечал результаты Когда подавляющее большинство опухоли Отмечалось как ПТ-4 А в дальнейшем при пересмотре Они оказались ПТ-3 Да, это, конечно, уже, собственно ПТ-4 отличает значительно худшим прогнозом И в основном, даже если это вторая стадия То при Т-4 все-таки больше склоняют Эти химиотерапии А разница заключается в том Что просто не совсем внимательна Оценка морфологической интерпретации И, к сожалению, я повторюсь Молекулярная патология Периодически начинает выйти Снять классическую морфологию Что, конечно, делать нельзя Ну, когда мы говорим о предиктивных факторах Мы, конечно, не можем Не упомянуть иммунотерапию И в плане аденокарцитового толстого кишки Конечно, здесь основную роль Играет микроцветная нестабильность Состояние генферепарата И спаренуклетия ДНК Остальные все маркеры Значительно меньшее значение играют Ну, разве что при уже Полоскоклеточном раке Анального канала Да, там, может быть, ассоциация с вирусами Ну, тоже в процессе изучения И, несомненно, может быть, также играет роль Но основное – это, конечно, микроцветная нестабильность О которой мы уже говорили И, собственно, еще 25 мая 2017 года Антипедиадинтерапию показали Что для любого типа опухоли Если есть МСА То она чувствительна к иммунотерапии Было отдельное показание Непосредственно к самой толстой кишке Если имеется ДНР и МСАИА Собственно, вообще, в принципе С этой анокарационной толстой кишки По сути, началась, наверное, клиническая история Микроцветной нестабильности Вот это вот исследование 2017 года На 12-019 опухолях Которое показало, что при толстой кишке Несомненно, часто встречается Данный феномен Один из самых частых локализаций Аденокарационной толстой кишки Выявляется данный феномен И, собственно, все опухоли У которых наблюдалась микроцветная нестабильность Достаточно неплохо отвечали на иммунотерапию Но что по поводу толстой кишки Действительно, тестирование ММР и МСАИ Рекомендуется всем больным Ракам толстой кишки Во-первых, это связано с синдромом Линча Который необходимо скринировать Да, и у пациентов Особенно молодого возраста И как раз тестирование ММР Обладает такой возможностью Ну и, во-вторых, собственно Локализованные формы Вторая стадия Если имеется ММР и МСАИ Не требует в дальнейшем Предназначения адъювантного лечения В случае наличия микроцветной нестабильности Идут вопросы по поводу третьей стадии Какую правильную схему выбрать Если есть ММР и МСАИ Ну и когда диссеминированная форма Также играет значение МСАИ, согласно рекомендациям ЭСМА 2012 года Возможно исследовать двумя способами Также имеется третий способ Секвенирования следующего поколения Но пока он в рутинную практику не вошел Мы, конечно, в основном Оперируем двумя способами Такие, как иммунгистахимия и ПЦР Иммунгистахимия и четыре маркера Если один из маркеров выпал То опухоль считается МСАИ нестабильной ПЦР Две вот таких нуклеативных последовательности МСАИ, если больше, равно двух маркеров срабатывает Надо, я этот слайд часто демонстрирую Потому что все-таки имеются некоторые споры Но все-таки есть рекомендации ЭСМА, действительно, 2019 года Которые говорят, что первый метод Который должен быть использован Для исследования МРМСАИ Это иммунгистахимия В случае сомнительных результатов При иммунгистахимии Необходимо использовать ПЦР метод Конечно, в идеале Необходимо в случае подбора иммунтерапии Использовать сразу два метода И что важно, на мой взгляд В этих рекомендациях 2019 года Слово было введено Правило, что МСАИ влау Термин не должен использоваться Этот термин относился К ПЦР методу тестирования Микростритной стабильности Когда срабатывал один праймер И, соответственно, вводил Некоторые диссонансы клинических врачей Потому что никто толком не понимал Что с этим делать Но вот МСАИ в настоящее время Больше не должен использоваться Эта группа Если срабатывает только один праймер в ПЦР То это относится к микростритно-стабильным опухолям Два слова, что такое микростритно-стабильность У нашей ДНК есть вот эти последовательности В различных участках Периодические повторы И, собственно, когда происходит удвоение ДНК В результате ментоза Нередко происходит инсерция дополнительных кодонов Если система репарации Неспаринуклеотидов и ДНК нормально функционирует То эти инсерции устраняются И в результате нет никаких нарушений Микростритно-стабильного опухла Если же данные инсерции накапливаются Система репарации не работает То этих, собственно, последовательностей Нарушенных становится все больше и больше Количество антигенов все больше и больше Это, собственно, по сути является Микростритной стабильностью То есть опухоль с большим количеством Женого антигенов По сути, то есть нарушение системы Репарации неспаринуклеотидов и ДНК ДММР является причиной А микростритная стабильность В высокой степени является следствием Именно поэтому нередко Объединяют данные понятия И, собственно, зачастую пишут ДММР-МСИ-Х Потому что это достаточно Тождественное значение Имеется как спорадическое Нарушение системы репарации Так и наследственное И, собственно, наследственная форма Это синдром Линча И синдром Линча Он по-другому еще называется Наследственно-неполипозный Рак толстой кишки И поэтому, исходя из этого Понятно, что при синдроме Линча Чаще всего локализация Как раз при толстой кишке Чем опасен данный синдром Во-первых, риск возникновения Рака толстой кишки Как вы видите, 82% До достижения 70 лет Ну, собственно, и других раков На втором месте стоит Рак матки На третьем – желудок Яичник Глиобластома, на самом деле Могут быть восходящие пути И так далее Поэтому, несомненно, синдром Линча Необходим скринировать Это еще одно из показаний Что микростритная стабильность Конечно, должна анализироваться У всех пациентов Да, и в особенности Когда молодой возраст Вот, по нашим данным Нарушение МРВД на коррекционной Толстой кишки 8% У нас около 1000 Уже обработанных результатов По данным литературам 15-20% Но это Многочислено уже обсуждалось Почему так? Потому что У нас все-таки Особенно популяция Да, и чаще всего У нас болеют Более молодые пациенты Не доживают просто Банально до своего рака А спорадические Все-таки МОСА Это присуще для более пожилого возраста Поэтому, собственно, статистика У нас раз в два ниже По сравнению с мировой Что надо отметить еще У нас было отдельное исследование У нас есть Достаточно много материалов Поступает из регионов Из регионов Нам как раз В основном шьют Не первичный материал А когда уже развилась метастаза Метастатическая форма Надо сказать Что при метастатической форме Конечно МОСА встречается Значительно реже Значительно То есть По данным литературе Это 3-4% Но по нашим данным Меньше 1% И вообще На самом деле Это единичные наблюдения Буквально два года назад Я еще вообще не мог Похвастаться Ни одним наблюдением На настоящее время Где-то около 5 наблюдений Наконец-то выявили Которые Аттенокарциномы Кишки распространенные Поэтому, конечно При распространенной форме МОСА Необходимо, конечно Тестировать Но надо всегда понимать Что это Искать Как искать Угол в стуги стен Гистологическое строение МОСА Дефицитного рака В основном Характеризуется Низкодифференцированной Лимоцинозной формы То есть В данном случае Гистология Может быть Предиктивным параметром Предсказывающим Что предсказательным Параметром Который может Подсказать Что эта опухоль Действительность С высокой вероятностью Является Нестабильный Гистолхимическое исследование Достаточно простое Всегда есть внутренний контроль Позитивная реакция В строме В нормальных железах А вот Синее окрашивание Ядер Это как раз Выпадение Экспрессии На данном слайде Был феномен Это пациент Синдромом Линча У него У них иногда Как раз бывает Самое разнообразное Выпадение Здесь выпали сразу Обе системы Подразновидности МСА6 ПМС2 Синие ядра Это как раз Выпадение Данных маркеров Что бы я хотел Два слова сказать О гетерогенности Это на мой взгляд Вообще Самая интересная тема В онкологии И гетерогенность ММР Собственно Не обошла Данная судьба И в толстой кишке Также наблюдается Не так часто По данной литературе Всего 1,4% случаев Но На самом деле На мой взгляд Может быть Мы не так внимательно Это смотрим Потому что Мы начали Гетерогенность ДММР Смотреть На данной карциномии Эндометрия И начали У нас совпали Сначала с данной литературой Тоже было где-то Меньше 2% Но сейчас Когда мы начали Пристально анализировать Этот процент Уже поднялся до 4% При толстой кишке Я раньше думал Что гетерогенции Также нет Но вот я вам Сейчас продемонстрирую Одно наблюдение Которое на мой взгляд Очень интересно Которое как раз Показывает Что наверное Надо более внимательно Относиться к данному явлению Вот пожалуйста На данном свадьбе Вы наблюдаете Метастаз Коуроктального рака В лимфоузил Это серийные срезы И увидите Два фокуса опухоли Один чуть побольше С микрозом Второй чуть поменьше И наблюдаете Экспрессию Экспрессию ПМС-2 На правой части слайда И увидите Что часть опухоли Имеет выпадение Экспрессии То есть Позитивная реакция в строме Негативная реакция опухоли А часть опухоли Имеет сохранную Экспрессию ПМС-2 То есть Метастазирова Одновременно Два клона К сожалению Это вообще Разрушает Несколько Наши понимания Потому что В основном Мы считаем Что метастазируют Хотя бы в лимфоузил В один Один клон То есть Разные лимфоузлы Разные органы Мы допускаем Что метастазировать Могут быть разные клоны Но на данном слайде Вы видите Что в один лимфоузил Сразу два клона И конечно Это проблема В особенности Если мы тестируем В особенности Если мы тестируем ПЦР методом То вы никогда Не увидите Эту гетерогенность Потому что Ну понятно Это все гомогенизируется Собственно И получится Опхоль микрострит Нестабильный Потому что Здесь преобладает Микрострит Нестабильность И естественно Мы естественно Не выявим Вот этот клон Микрострит Нестабильный Я думаю Пока это Спекуляция Это надо В дальнейшем изучать И таких исследований К сожалению Мировых Пока достаточно мало Потому что Действительно Очень многие исследуют ПЦР методом Микрострит Нестабильность Но на мой взгляд Это очень Интересное Явление Которое может Обуславливать Резистентность В ряде случаев Как раз Пациентов Потому что Ну просто Есть второй клон Который микрострит Нестабильный И который ПЦР Я повторюсь Не поймается Ну и буквально Несколько слов Я хочу сказать О других Да Маркерах ХЕР-2 При данной Карциномии Толстой кишки По данной литературе 2-6% Имеет Сверхозепресс ХЕР-2 Конечно Это не такой Простой маркер ХЕР-2 Как при случае Желудка Или молочной железы Достаточно понятно Что с ним делать Но все-таки Мы на самом деле Постепенно включаем В постоянную панель ХЕР-2 При толстой кишке И на мой взгляд Это не так сложно Это выполнять И периодически Вот выявляем такие картины Вы видите нормальную Слизь толстой кишки Опухоль И ХЕР-2 Три креста Все-таки Это может играть Определенное значение Есть исследование Которое показывает Что именно Двойное ингибирование ХЕР-2 Все-таки Может оказывать Определенное значение Поэтому Не лишним определять Не самый дорогой маркер И в панель Вполне возможно Добавлять К стандартам КЕРАС НРАС БЕРАФ МСА И ХЕР-2 И два слова Буквально Об НТРК Прикола Разнообразные данные Но все они склоняются Что если конечно Мы выявим НТРК Вдруг То несомненно Это поможет И это будет Очень эффективное лечение Другой вопрос Что конечно Это опять-таки Искать как искать Иголку В той стоге сена Причем еще сильнее Если там хотя бы Полтора процента То здесь совсем ниже Меньше этого процента Мы если честно Еще ни разу не выявили Вообще ни одну Толстую кишку С НТРК НТРК позитивную Но хотя пытаемся Но опять-таки Многистохимически НТРК Скоренировать Не так уж сложно И добавить Этот маркер В принципе Не представляет Особой сложности Что бы в итоге Я хотел резюмировать ММР МСА является Предиктором эффективности Иммунотерапии Прикола Рационального Столста кишки Достаточно банальные вещи Но конечно Гетерогенность Это вызов Наверное Для нас И нельзя ее Упускать из виду Я думаю Надо изучать В дальнейшем Что же с этим делать Кир-2 НТРК Редкие Предиктивные марки Приколы Ректальной Браке Но при выявлении Которых Может быть Назначено Достаточно Эффективное Лечение Спасибо за внимание Редактор субтитров Корректор А.Кулакова